Здравствуйте, дорогие друзья! Заканчивается неделя Лех-Леха. Обычно пишут чуть легче. Мы с вами часто говорим о Йорцете того или иного праведника. Почему? Потому что написано в Кабале, что в этот день в Йорцет душа человека возвращается в этот мир любого. Немножечко, ну точнее, она повещается не в этот мир, она возвращается на высший суд, но и пребывает здесь в какой-то мере. Может быть не совсем понятно для нас, но пребывает. И поэтому обратиться в этот день к праведнику или вспомнить его, это большая митство. В этот день Йорца Дзеева Вольса Китсиса, кто бывает у Балшемтова Меджибуши, он знает, он похоронен рядом с ним, он был раввином Тульчинской общины. Он переехал в Меджибуши, вместе с раввином Пуркисом стоял во главе группы, которые именно предшествовали даже еще Балшемтова, а потом стал его учеником. Если можно поставить свечку за него, это великолепно. Итак, итоги недельной главы. Что нам вообще описывается вот в этих главах, что мы узнали? Первое мы узнали про Ишмаэля. Ну, мы их здесь, тут в Израиле знаем про Ишмаэля много. Но что написано в Торе? «Сказал ей ангел Господень, ты беременна и родишь сына, и наречешь имя Ишмаэль, ибо услышал Господь страдание твое. И будет он дикарь-человек. Рука его на всех, и рука всех на него». То есть Тора все написала, что мы там задаем себе вопросы. Еще до рождения Ишмаэля Всевышний предвог, что он будет дикарем, то есть существом, не поддающимся цивилизованным процессам. Ничего обидного здесь нет. Здесь так написано в Торе. Он противится всеобщему согласию. По существу Тора здесь пророчествует, что Ишмаэль, и его в виде его ислам противостоять будет всему человечеству. Так что мы имеем просто предсказание Торы, которое мы видим. Вообще сегодня, когда мы видим мир, в котором живем, видим, что тьма окутывает все больше и больше с каждым днем. Нас охватывает иногда отчаяние. Как преодолеть эту тьму и осветить мир, говорим мы. И вот история снисхождения Авраама в Египет, она об этом. Только внешняя ситуация часто выглядит падением. Однако по внутренней сути она оказывается совершенно другим. Ведь в конце концов Бог управляет миром. И поэтому даже когда мы что-то не так накуролесили, он в конце концов исправит это все. И назначение вообще большей тьмы – это достичь большего света. Рассказывается об обрезании нашей недельной главе. Очень важная вещь. Но я вместо того, чтобы рассказать, я маленькую Майсу расскажу. Однажды к Равину поздней ночью пришла молодая супружеская пара. Постучали в дверь, сказали срочно видеть Равина. Спрашивают, что случилось. Немедленно хотим развестись. Равин шокирован. Говорит, у вас дети есть? Он говорит, есть ребенок. А сколько ему? Завтра обрезание. Равин говорит, так давайте сначала обрежем, потом будем разводиться. Они говорят, нет, нет, у нас как раз можем ждать. Не можем никак, у нас в обрезании есть причина нашей ссоры. Какая? Каким образом? Я хочу назвать сына в честь отца, сказал муж. А жена говорит, а я хочу в честь него. Хорошо. Равин сел, как вы хотите назвать своего сына? Жена говорит, мэйр. А мужа спрашивает, а вы как? Мэйр. Равин уставился и говорит, так а в чем дело? Он говорит, так я хочу назвать честь моего отца. Он был равином, я хочу, он достойный. Она хочет в честь него, он был простой человек. Равин улыбнулся и говорит, знаете что, давайте завтра назовем ребенка мэйром и посмотрим, что из него вырастет. Если равин, значит он назвал в честь твоего отца. А если нет, то в честь твоего тестя. Это шутка такая. Но шутки шутками, но в хабаре говорят, что имя еврейское, данное ребенку, приходит к его родителям, как пророческое откровение. Поэтому обычно никому другому не надо в это вмешиваться. И процесс наречения имени, это пророчество. И тут не надо лезть. Еще это мы должны выучить из заповеди обрезания одну важную вещь. Это заповедь, которая выполняется один раз в жизни. Но каждый раз, когда мы принимаем участие в обряде обрезания, мы должны напомнить себе еще про одно обрезание, которое написано, надо делать каждый день. И о котором Тора говорит, что обрежьте край сердец ваших. Это значит, что у каждого из нас есть сердце, есть крайняя плоть на этом сердце, осколок духовной нечистоты. И мы обязаны просто, обязаны, повторяю, обязаны, как бы каждый день с утра заниматься обрезанием этого сердца. Вы знаете, вот надо смотреть проще чуть на мир и сложнее. С одной стороны, мы должны понимать, что у мира есть хозяин. А с другой, мы должны помнить знаменитую молитву, да? Которая говорит следующее. Господи, дай мне силу изменить то, что я могу изменить. И мужество, чтобы принять то, что изменить нельзя. И мудрость, чтобы отличить одно от другого. Поэтому, знаете, сейчас шаббат скоро. Предание говорит, что есть ангел добра и зла. Если дом готов к шаббату, в доме есть покой, умиротворенность, то ангел добра благословляет семью и говорит, пусть следующий шаббат и вся неделя будут такими же. И ангел зла приходится произнести что? Амин. Но если в доме неуютно, и даже если в нем какой-то раздор там, то также произносит слова, ангел зла говорит, пусть и на следующий день так будет. Ангел добра вынужден произнести слово Амин. На этом вот предание основывается текст Шолом Алейхима. Поэтому, поймите правильно, мы сами принесем в дом то, что хотим. А если кто-то уж слишком озабочен, чтобы вы знали рецептор Абина Ахмана из Браслова, финики отменяют озабоченность. Шаббат Шолом, Брахава Цлаха.